Классический маркетинг включает в себя шесть императивов, большая часть из которых не имеет никакого отношения с какой-нибудь холастикой, эзотерикой и всем остальным. Первый – это мы вообще определяемся с тем, на каком рынке играем, с чем выходим. Второй – образмериваем этот рынок. Третий – нацеливаемся. Это все вполне себе математические, на самом деле еще социологические истории. На самом деле, один из источников вот этих мифов в России заключается в том, что про эти самые шесть императивов никто не знает. Но их уже в книжках написано. Да, но про них либо забывают, либо не знают. Это традиционно. Видимо, еще культурная особенность специфики отношения к деньгам и к бизнесу в России исторически обусловленная. Под маркетинг, понимаете, стюхинг, спарринг и рекламное продвижение. Хотя в самом слове маркетинг, в общем, есть слово рынок, а рынок – это не рекламный, это рынок. Вот, поэтому завершая подлинную загоголину на этот вопрос, я не могу сказать, что там только математика или там… Тут только понимание потребителя – это комплекс. Ты должен посчитать, куда ты идешь, ты должен посчитать, есть там вообще то, зачем ты идешь. Ну, глупо продавать что-то черным кошкам, которых в комнатах нету. Хотя продавайся покупать. А на самом деле, понимая, куда ты выходишь, с чем ты выходишь, сколько ты оттуда можешь получить, что для них важно и с какой коммуникацией к ним обратиться, в общем, вот и вся нехитрая. Ну, в этом смысле, если мы говорим про медиабизнес, учитывая, что в России не так много медиабизнеса, как бизнеса, тогда мы говорим о том, что вот те маркетинговые истории и технологии, которые ориентированы именно на бизнес, нам сейчас для медиа, ну, они не востребованы, не нужны. Или это не так? Нет, они абсолютно востребованы и они нужны, но только, к сожалению, редакции, люди контента, в общем-то, люди контента, они находятся примерно на позиции промышленных компаний 50-х, 60-х годов. Они находятся еще в парадигме, что их контент настолько уникален, ну, как же, они же его производят. Есть даже целая история эксклюзив, у кого эксклюзивнее, надо же помериться еще. У кого эксклюзив, то еще больше эксклюзивнее. А как бы это перестало быть дифференцирующим фактором. То же самое, как когда-то было с машинками. Был форт Т, он был уникален, за ним шли. Когда он перестал быть уникален, то есть каждая вторая собака на этом форте-то и ездила, пришлось придумывать что-то другое, потому что эта эксклюзивность уже никого не колыхала. Редактор субтитров А.Семкин